Лунный ландшафт В немецком городке Будем продолжать копать Ямы Вот Я буду продолжать копать Блиндаж Сухой Вот Сейчас покажу, кто не видел Большой Старейшина забурился Блиндаж, который мы с Лехой копали По весне На самом блиндаже мы выкопали Там что-то типа В нем просто выход с него длинный И в траншею уходит Вот он Вот это вот Канава И копает Сейчас оттуда Пойдем прямо Вот Вход Точнее Вход-выход Блиндажа Который Старейшина в прошлый раз копал Вот так вот он выглядит Такой С бревнышками Ну Тут было Как-то пустовато А вот блиндаж Что мы с Лехой копали Блиндаж с мертвой головой Ну с кольцом В смысле Прият Привет Хочешь мне? Так, что-то тут Расчищаешь Ага Пока Не отважился, да? В воду Готовим, да Занырнуть Вот это можно лопат помыть Да, зато можно лопат Без воды тебе ему прилипать И вот От лопаты не отодрать Это вот это, да? Ну да Похоже, что от аппарата парища Но видишь, это самое Жалко Он тонковато Может быть, знаешь, от чего? Может быть, кстати Почему? У них же эта самая дырка-то маленькая На этих гонщичках Просто по длине еще, знаешь, что подходит? Кирка-лопата Может быть Я вот находил Вот такая же штука Нет, но у них как раз Ручка прямая И у них, в принципе, дырка в топорище тонкая Это самое Тоже вот Угу Угерзал сигнального пистолета Ясненько Лопат пока никаких там не видать Да, нет Не знаю, сейчас Будем посмотреть Ясно Видишь, еще качаться надо Походу оттуда С этой ямой сюда Ну да Ну там, в принципе, воды не так много Ха-ха-ха-ха Ну что за Да-да-да-да-да-да Да немного Ладно Зайдем попозже Посмотрим Приходите позже Да, когда будет хлам Возможно Прошлый раз Тут два бакелитовых стахана На халяву Практически Ну да Ладно А в этот раз халявы может и не быть Может и не быть, конечно Сколько можно Да, сколько можно, да? Сейчас тебе тут еще стаканов, да? Да, да Теперь нам надо фляг К ним Бакелитовых Да, кокос Чего можно И кокос Ладно Пойдем тогда На наш Блин, наш Да, видишь, не буду сальяма там А то она уже пересохла, наверное Такая вот так пересохла уже Черт и как, да Ну вот это точно, да Кирка лопатов Ну вот, собственно Блиндаж Который мы копаем с Лехой Блиндаж глубокий Двухметровый Ширеном где-то два с половиной метра В длину пока Не знаем сколько Но есть подозрение, что До шести метров До сюда Он идет Задняя стена Вот Леха потом подъедет Когда подъедет Мы уже с ним тут Добьем А сейчас Ну, поукидываю тут грунт Наверное, возьму тут еще Квадрат Вот так вот Сниму В общем, буду до пола туда Зачищать Вот Ну и может там потом Когда лег как раз подъедет Ему-то меньше копать У меня там грунта меньше У меня тут гораздо больше Ну метр почти Вот Мы с ним как раз, наверное Примерно сравняемся И закончим Блиндаж Ну и вон Эти Скамейка Сбоку Пол Там лежанка Начинается Мы засыпали Вон с этой стороны Тоже Скамейка В общем, как-то так Сейчас Начнем работать Смотреть, что у нас там внутри Так, ну че Вот я тут уже Ну если у боковой стенки Смотри, где-то на 80 сантиметров Забурился вниз Потихонечку расчищаю Попадается битое стекло Это одна гильза Один патрон Вот Креснутая бутылка Попалась Из-за генералки немецкой Обычно Пол-литра Вот Там ведь еще торчит Литровик Ну я думаю Это битая Здесь много битого Было Вот Ну и вот снимаю Раз тут Вон ящик Из-под 80-ти миллиметровых мин Выполз Он получается верховой вообще То есть вот В скате Так его вообще не было видно Даже что-то не сигналил особо Вот Я его подковырнул И надо выдернуть Смотрю сверху Какая-то Арматурина лежит А потом присмотрелся А это не арматурина никакая Это же немецкий штык-нож Лежит на нем Прямо смотрите Верховый То есть Его лезвие было Тут я не знаю Наверное Под сантиметровым слоем Грунта всего лишь Вот он лежит Ну не знаю конечно Что тут будет состояние Какое Надо будет Его это Помыть Попозже Помою Посмотрим Вот такой вот Ну кстати Даже ничего Смотрите Какой лезвит Может быть за того Что верховое Он еще и ничего Накладки деревянные были Так что может быть Еще и веймарский Может быть вообще На первую мировую Вот так вот Где передняя стена Пока непонятно Я тут по-разному Пробовал ее пробить То ли она здесь То ли она вообще Вот здесь Пока непонятно Надо выйти на Боковые Доски Где вот стена Уже Не сгнила Точно Вот здесь Вот Еще и есть Где-то Штык полтора Вниз Я думаю Уже Будет понятно Промахнулся Я не промахнулся Вот Сейчас сходим К старейшине Посмотрим Что у него Ага Спрятался Все Спрятался Нормально Тут Уложен Пол Отлично Ну что Есть Еще Так пока Особо Ничего Давай Посмотрим О смотри Ноже Перочинный Ничего Се Это мне Что ли Старей Все Да Прикольный Да Ручка Красивая Надо конечно Ремонтировать Подгнила Ну неплохо Есть что-то О Стакан Немецкий Стакан Да Но К сожалению Это Хотя нету запчастей Нету запчастей Запчастей Не нашел Но с короной Это может Это наверное Первуху Еще Может быть По-моему Веймурский Да Ну вот С такими Не Не Веймурский Это Кайзеровский С такими Коронами Ну блин Жалко Ну жалко Газов Токан Конечно Я думал Что я по нему Созданул Вроде как Похоже на Свежий Скол Но Тогда рядом Должны Лежать Не было Не было Я пересмотрел Это от взрывателя По-моему Вот Штук Не было К сожалению Это на полу Да Валяется Ну Да По полу Ну значит Под ним Там Под ним Да Точно Лантишка 42-й год Средство Доказации Таблеточки Из Комплекта Немецкого Противогаза Может Вскроем Потом А то у меня Тут все просят Говорит Вкройте Покажите Что там Внутри А что там Внутри Кус Белого Цвета Я говорю Надо сухие Находиться Чтобы там Таблетки Хоть В виде Таблеток Оставались Так Так Ну Есть Что-то Да Есть Ну Что-то Есть Скажем Так Не густо Не жирно Ну Вот Вот такая Гора Битого Стекла Тут Все Отсюда Нашел Переднюю Стену Взял Кубометр Лишний Стена Вот Передняя То есть Мы Крубо говоря Полметра Где-то До нее Не дошли Ну Точнее Леха Я-то У меня там Побольше Еще Ну Где-то Полметра Так Что Блин Оказался Не настолько Длинный Насколько Я думал Все равно Не маленький Вот Тут Все Бутылку Вынул Литровую У него Горло Отбито И Вот Тоже С отбитым Горлом Еще Одна Бутылка Как раз У нас Эстонская Водка Завод Талка Эстонский Вот То Что Сейчас Сделал Наверное Побыстрее Немного Пойдет Сейчас Вот Эту Ступеньку Сниму И Потом Вот Это Здоровый Куб Буду Снимать Мы Там Потихонечку Уже Выйдем К полу Поглядим Но Стекла Биты До сих Пор Попадаются Давленные Бутылки Вот Здесь В районе Передней Стенки Погодка Очень Топая Только Значит Собираться Продолжать Рыть Вниз Дай Думаю Проверю Стенку Где там Стена Вроде Видно Вот Здесь Бревна Они Идут Вот А чую Сигнал Он Оттуда Подтягивает Прямо За Стены Я Раздолбил Вытащил Остатки Бревен Прямо За стенку Под крышей Вот видите Тут Остатки Бревен Здесь Крыша Проходила И Он Прямо Под крышей За стенкой Лежит Сбит Печка Походная Алюминиевая И Не знаю Там В полном сборе Она или нет Как минимум Две половины Точно Внутрянка Надо смотреть Вполне Сейчас может оказаться Что она Вообще В полностью В сборе Вот так Вот Прямо За стеной Под крышей Вот так Вот лежит Сбит Да У нас Ленобласти Сбиты Редко Попадаются Алюминиевые В основном Так По запчастям Я как раз Думал Только перед выездом Что Целые Не попадаются Что большая редкость Тут Тут Вот Бабах Мысли Материализовались Ну Коллеги Меня тут Поймут Вот Сейчас Достанем Надо Старейшину Позвать Пускай Посмотрит Тоже Картину Ну Отстанем За стенкой Прям Я уже В который раз Убеждаюсь Что Здесь Такие Блины Что За стенкой Очень частенько Бывает Хлам Мы уже Несколько раз Доставали Из того Кстати Где ты Копаешь Тоже Была Типа Полки Тоже Подлежала Ну Вот Видишь Походу Он Это Полностью В сборе Прям Его Надо Помочить Потому Что Вон Видно Что Это Площадка Средняя Точно Внутри Вот Она Идет Там Надо Размочить Ну Скорее Все Подставки Тоже Там Внутри Надо Мочить Давай Ведро Кинем Надо Быть Часто Ждать Давай Пойду Кинуть Походу Скорее Помог Вот Дальше Начал Стенку Зачищать Вот Пожалуйста Вывалилась Обойма От Пистолета Уж Не знаю Что За От Какого Пистолета Такая Уставшая Уже Вот Не скажу Так сразу От Какого То Один Раз Когда-то Людер Вальтером Обозвал Так Меня Прям Зашпуняли Что Поделать Если Мне Интересна Всегда Была Тема Солдатского Бута Кажется Такие Штуки Могу Обознаться Но Это Не от Людера Бойма Вот Сохран Не Очень Патроны По-моему Девяти Миллиметровые Внутри Наверное Какой-нибудь Вальтер Но Если Я сейчас Обшибся То Извиняйте Я вот Лозантишки Четко Определяю А рядом Смотрите Видите Прокладка В пробку От фляги Похоже Торчит Что-то Там Наверное Еще Сейчас Посмотрим Обойма Уже Увалилась Покопал Тут Рядом Где Обойму Нашел Вот Еще Кучка Патроны От Маузера Видите Сохран Печальный Вот Две Гильзы Точнее Вот Это Нестрелянный Патрон Сигнальный Красный Вот 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 Она И рядом Пустая Гильза Сгнила Вообще От Сигнального Пистолета И Вот Был Еще Тренчик Кожаная Петля Дополнительная Для Полевого Ремня Немецкого Вот Но К сожалению Сохран Плохой А Вот Резиночка Отлично И Хоть бы Что Вот Так что Как-то Так Сейчас Продолжим Эту Грядку Убирать Выравниваться Продолжаю Заглубляться За стену По-прежнему Всякая Улезает Вот Сейчас Видно Видите Химический Карандаш Который К сожалению Уже Сгнил Вот Видите Здесь Вот Патроны Вот Патроны Всякие Пистолетные Винтовочные Нож Был Железный К сожалению Сгнил Вот Видите Ручка Мельхиоровая Только Осталась От Ножа В руках И Развалился Вот Две Пленки Из Портивайки Немецкого Портивогаза В общем Что-то Они тут Складывали Складывали Это Все За стенку Провалилось Вот Я Сейчас Из-за Стенки Это Потихоньку Сели Доставим Гвоздь Ну Вот Да Есть Чего Вроде Посмотреть А Пока Сохран Не Очень Ну Поищем Еще Чем Так Ладно Сейчас Пойду Перекушу Перекушу Где Хотелось Вот Вот Сейчас Я тут Снимал Да Вот Рядом Раз Вот Еще Одна Есть Была Положена Зубная Щетка Положили И Забыли Такая Щетинка Надо Мочить Помыть Ну Что-то Еще Что Есть Кто Знает Посмотрим Это Осколки Это Бумага Была По-моему Знаете Чего Это За Бумага Это Было Это Средство От Вшей Точно Тут Пачка Средства От Вшей Лежала Ладно Пойдем Пойдем Потом Продолжим Так Ну Что Ничего Нового 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 А что Нового Ничего Нового Какая Хринчатая Похожа На Сердечко Значит Непонятно Не знаю Может Кулачика Что Даже Написано Надо Хотя Помыть Будет Смотреть На Так Вот Ящик Из-под Чегота Деревянный Такой Вот Нашелся Давай Где там Вторая Находка Большая Красивая Умедненная Остальная Охрана Огонь Сейчас Почистит Смотрим Вот Такая Деньга Сколько Это Миллиметров Тяжелое Пехотное Орудие Тридцать Третьего Года Образца Какой У него Кулибур У этого Орудия Был Непонятно 41 Год Мне кажется На 200 Не тянет 152 152 Наверное 152 Наверное Год У них какие Пойдем До лагеря Наши 152 У них По-моему 150 Ну В артиллерийских Калибрах Не очень Разбираюсь Я больше В лазантишках Шарю Не Я так Самый Позабыл Так Ну Я тут Уже Прилично Заглубился В общем Мы Покушали Перекусили Вот Я снял До Вот Это Обвалившаяся Крыша Тут рядами Идет И вот Сейчас Буду Снимать Крышу Уже И По полу До пола Туда осталось Полтора штыка Ну И Как раз Вот Видите Боковая Скамейка Красная Скамейка Уже На уровень Скамейки Практически Вышли Естественно Сразу Пошли Сигналы У стены Где Скамейка Сразу Патрон Гильза И Вот Лежат Ножны Ножны К сожалению Уставшие Конечно Вот Собственно От штык-ножа Который Я показал Ранее Карабин Маузер Они Сгнили Ну Факт Вот Лежали Ножны Я думаю Сейчас Там Еще Чуть Найдем Посмотрим Начал Тут Немножко Со скамеечки Как бы Вот Шумпал Такой Не пойму Вроде От Маузера Но Такая Длина Не знаю Может быть Конечно Это От Винтовки Не от Карабина От Винтовки Но Даже Для винтовки Что-то Длинновато Шумпал Так Что-то Попалась Фишка Игральная Стеклянная И пуговка От Палатки Так Здесь У нас Сейчас Секунда Вот Видите Патроны Лежат Это Ампула И Колышек Деревянной От Палатки Тут Какие-то Гвозди Вот Колышек К ним Тут Поналипла Глина Должен быть Нормальный Потом Уполоснем Вот Что тут У нас Это Патрон Тут Какая-то Бумага А это Походу Опять Эти От Шей Пакеты Еще один Патрон Тоже Патроны Патроны Вот Патроны Так Идут Ладно Посмотрим Что-нибудь Интересненькое Поищем Патроны 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 Запчасть Запчасть Предохранительный Колпачок От Гранаты Н39 Вот Рюнка Была Самодельная Обрезок Из Гильзы К сигнальному Пистолету Тут Показалась Бутылка Я ее Расколол Там Остатки Лежат Коричневые И вот Рядом Все Зеленые Лежат Это Вот Передняя Стена Я тут Немного Двануло Сюда Ну В общем Как-то Так Сейчас Еще Покопаю Полчасика Наверное Тут Скамейку Зачищу Да Пойдем Наверное Старейшина Поужинаем Старейшина Докопал Предпайник В том Блин Даже Больше В принципе Ничего Интересного Не нашел А рядышком Там Есть Еще Один Очень Маленький Блинчик Прикольный Вот Я еще Лехе Давненько Его Предлагал Покопать Он что-то Что-то Не покопал Вот Старейшина Его будет Копать Я думаю Что-нибудь Должно быть Интересненькое Вот Попозже Покажу Там Где-то Блин Даже Там Такое Совсем Небольшое Одного Человека Это Не вот Такая Дура Как у Нас Тут Ну Вот У нас Скамеечка Значит Я ее Зачистил Боковую А Здесь Похоже Вдоль Передней Стенки Тоже Скамейка Идет Вот Вытащил Что там Вытащил Деяло Зантинницы Вытащил Ой Где-нибудь там Ножи Ножи Видно Какие-то Надписи Сохранились Бумажечка Вот Дел Зантинницы Коричневая На 41-й Год И Черная На 42-й Было Две Бутылки Вот Одно Расколошматил Вторая Зеленая Закрытая Пробкой Вот К этому Плавает Три Сигнальных Патрона Не отстрелянных Два Стальных Один Алюминиевый Две Пленки Незапотевайки Немецкого Противогаза И какой-то Вот Ключик Странный Железный И опять Вот такая Деталь И Куча Патронов Вот Пачка Патронов Или Две Пачки Патронов И так Еще В разброс Все Значит Немного Погодя Продолжим Зачистим Тогда Лавку Переднюю Снимем Вот Это Оставшийся Грунт Тут Пятачок И Будем Снимать Пол Вот Это Чуть Попозже Заодно Кстати Сейчас Покажу Вам Помытые Находки Немножко Вот У нас Ящик Что Диман Достал Ящик Похоже Наш Я Вот Сейчас Перна Комендую Вот Так Написано Взрыв Сейчас Покажу С другой стороны Наверное Будет Пауч Видно Треугольник Треугольник Посередке Взрыв Написано Ящик Наш Похоже От Взрывчатки Вот Ящик Без крышки Так Помыл Чтоб показать Вот Еще раз Может Гильза Показать Клеймо Такое Это 150 Миллиметровое Орудие Использовал Такие Гильзы Тут Вот Видно 41 Мод И Капсуль Тоже 41 Мода Вот Лазантинец Сейчас Какой Нибудь Скроем Попробовал Трудящийся Ну Вот Вот Колх Деревянный Вот 40 Год Клеймо Производителя Так Че тут У нас Ну Это Все Видели Так Пружина Нашлась От Перчинного Ножа В нашем деле Весь Полезная Вот Фишечки Такие Вот Игральные Да Старейший Нашел Куток Мелкую Фигурину Не знаю Чего Сейчас О Ну-ка Давай Вцп Чего Так Может Бутылки Какой Модный Фиг Знает Так Зубная Щетка Кстати Без Надписей Но Что Интересно Она С Рисунком Видите Там Какое-то Животное Какая-то Выхухоль Так Ну Избит Хотел Показать Избит Кстати Очень Интересный То есть Он Вообще Без Каких-либо Надписей Что Обычно Избит Он Весь Выпухлых Выпухлых Надписях А этот Без Надписей Вообще Вот И Выглядит Он Немножко По-другому Он Полностью В сборе Рукой Вдумно Вот Это Боковые Стенки Снимаем Вот Видите Подставки Они Выглядят Не так Как На Обычных Избитах Немного Вот Тве Подставочки И Сама Это Вот Штуковина Куда Кладется Сухой Спирт Горючая Вот Так Вот Эти Подставочки Так Устанавливались Боковинки Так Вот Раз Надо Просто Немножко Подправить Сейчас Может Вот 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 Раз И на Вторую А между Ними Так Устанавливалась Площадочка Ну Вот Такая Походная Петечка Здесь Спирт Сверху Можно было Что-нибудь Поставить Разогревать Какой-нибудь Консервы Там Альщичу Вот Таких Никогда Не видел Без Написей Вообще Ни разу Даже Запрестить Не находил Тут Попалась Вроде С одной Стороны Лег Что Без Написей Но с Написами То У меня Есть Избиты Такого Избита У меня Нет Так Что Очень Даже Хорошо Что Нашел Именно Такой Необычный Ладно Его Только Надо Немножко Очистить Грязь Чуть Чуть Подправить Боковинки И Будет Красивый Набор Сейчас Пойдем Продолжим Раскопки Зантинец Все Сырые Поэтому Все Содержимое Таблетки Превратились В Кашу Размеркли Так Вот Скамеечка Идет Передняя У нас Вот Стенку Это Подвину Немножко Тоже Сюда Вот Так Что Сейчас Разбираю И Вот Уже Тут Пленка Еще Она Не запотевающая От Противогаза Кстати Обычная Когда Находишь Они Всегда Что-то 39 Года Выпуска А тут Попадается Что-то Года Не вижу Потом Покажу Другой 42 Здорово Вот Здесь У нас Две Лазантинницы Вот Лежат На На Этой Какой На Скамеечке Еще Две Штуки Трепью Показалось Перчатка Может Еще Так Старейший Нас Куда-то Зовет Горит Что-то Закопал О Смотрите-ка Складная Лопатка В чехле Лежит Ну да Видимо У них тут Какая-то Какая-то Емка Тут То ли Окоп То ли Че Да Руками Руками А чехол Кожаный А чехол-то че кожаный, не? Че Посмотрим У меня как назло попадается с этого спридштопа Лёхи кожаные Только у Лёхи они лежат там годами в холодильнике Приходят в ненаглядный вид, да? Точнее в неприглядный Никто не знает, во что он там приходит, это же Лёха Поскольку они лежат, да? Ну И лежат Давай с другой стороны Вот с этой стороны Заниц возьмём Сейчас Чуть-чуть углубим Как говорил Михаил Сергеевич Надо Углубить Расширить И поддеть И поддеть К сожалению, все рассыпались Не тот Не так глина Кылопада вон, смотри Тоже Только дерьяха, по-моему, и её там осталось Вот так вот, увы Чехол интересный Это самое, видишь? Ну да, так и должно быть У меня Есть чехол, ну как бы просто Не, ну это стандартная чехолечка На складуху, да? А, ну у меня на простую, не на складуху Да, вот так вот, увы Складная лопатка Не, не, он расстёгнут Так что вот, как-то так Детали вон у тебя ещё там Вот, вытащил текстиль Две перчатки Лежало Тряпичные Чё интересно, что Я думал, только на кожу На заклёпке стояли Но оказывается и на тряпичных тоже Шо, вот две перчатки Лежало На скамейке А тут вон Видите? Зубная щётка Карандаш Ампула Надо будет почистить Там какие-то надписи В количестве Вот Такие дела Нам скамеечку зачистил Сейчас Будем Снимать Остаток Это квадрат И снимать пол Ну вот видите Вот она Зубная щётка Сейчас покажу Написано Франце Франце Биоксин Такая подкова С немецкого сапога Трубка К сожалению Сломанная Такая маленькая Трубочка Уже третья С этого блиндажа Ампула Такой вот Зелёный Химический Карандаш И вот Какая-то ещё Такая Деталь Непонятная Ну вот Как-то так Похоже Что перед скамейкой Зачем-то сделали Ещё одну скамейку Видите жерди Идут И стойка А вот под скамейкой Лежит Опасная находка Противотанковая Мина Надо будет аккуратно Обкопать Надеюсь Это не как В прошлый раз Когда Мина Стояла На растяжке Был тут Блиндаж Уже один В этом году Такой Вот Ну а здесь Мини опасная Находка Опасная только В день Выдывая Это бутылка Почистил до второй Скамейки Пол Ну вот Смотрите Здесь бутылка Торчит Здесь бутылка Торчит И здесь Лежит банка Вот так вот Что то валять Они тут видимо Скидывали Под лавку Что ли Не удивлюсь Если там еще Бутылки Ну вот Как я говорил Начал разбирать Эту скамейку Дополнительную И вот Видите Лежит Еще одна Еще одна Бутылка Ой Такая обычная Видимо Минералка От банка С буковкой М Ну и вот Две бутылки Еще торчат Сейчас будем Дальше разбирать И вот Тут Тут У нас Мина Ну Как я и предполагал Противотанковая Мина Вот на растяжке Стоит Ну Сам провод Сгнил Вот В дно Оно Крест ногами Лежит В дно Вкручен Воспламенитель Верево Это Какого Проводок Видимо Сгнил Прошлый раз В блиндаже Такая же ситуация Была Только там Он перегнил Как бы На проводок Я нашел Видимо Взрыватель Под закис Воспламенителя Вот Надо ее Сейчас бы Кротненько Извлечь Из Рядом Болотца Прямо туда Ее Нафиг Что-то тут Фортит Я смотрю Такую беду Прямо так вот Выход Вход Заходишь Растяжка Чпук Цепляешь А под лавкой Четыре с половиной Килограмма Вот Снимаю Полы И Что у нас там Под полами Имеется Пуговки Всякие Кительный крючок Алюминиевый Немецкий Зубная щетка Гаранти Трончик Такой кожаный Ножи Вроде Живой И Трубочка Еще Четвертая Уже Вот такая И По-моему Она Хорошо Сохранилась Колбасил Свою часть Вот Дядя Леша Появится Тут На днях Деколбасит Свою Вот Посмотрим Что у него будет Ну а я под конец Вот Что еще нашел Еще одна Лазонтиница Попалась 30 какого-то года Вот Патрон Маузер С деревянной Полей Пробочка Сиротская От Тюбика Невея Синяя Скорубка От Грицкого Ореха Орешки Тут Хрумкали И вот Зубная Щетка Осмарин Давно уже Очень я их Не находил Лет Десять Наверное Уже Что-то Типа того Вот Пойду Еще потихонечку Собираться Ну Старешина Где-то там Копает Посмотрим Может еще Старешина Что-нибудь там Покажет Так Закончили мы На сегодня Поедем Сейчас Обратно Вот у нас Такой Результат Семь Бутылок Банка Вот Лопатка Складная Видите Все-таки Не выжила Лезли Очень Фиговый Металл На этих Лопатах Вот Чехол Тут Клеймо У меня Такое Вот Трубочки Помылись Хорошие Вот Старешина Нашел Взрыватель К пробивающей Мине Немецкой Шпрингмина Так Что тут У нас Шо Ну В принципе Все остальное Видели Вот Щетки Лозантинец В количестве В общем В общем Как-то так Так что Все В следующий раз Будем Новый Блиндаж Копать Так что На новых встреч Блиндаж По нас Тоже Будет Тяжелый Вот Но Я думаю Мы Сдюжим Сдюжим Как обычно Вот А старешина Начал Новый Блиндаж Копать Кстати Вот Оттуда Уже Достал Защитный Колпачок Гранаты М39 Ничего В принципе Состояние Там Можно Что-нибудь Наковырять Было бы Чего Тогда Сохран Наверное Будет Вот Сороковый год Такой Копать Ну Патроны Там Понятно Это Нитим Никого Не удивишь Вот Ну Все Пока Что Вот Так Вот Так Так Что Всем До Встреч Подписывайтесь Пишите Комментарии Обязательно И Жмите Колокольчик Это Был На Ландшафт Всем Пока Продолжение следует Продолжение следует